МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что это за события? Ну, во-первых, 18 февраля пройдет встреча глав государств ЕС. Для Ангелы Меркель эта встреча является последним шансом склонить на свою сторону другие страны ЕС в вопросе миграционного кризиса и в вопросе ее политики открытых дверей. И тем самым сохранить шенгенскую зону. Второе событие связано с выборами в трех федеральных землях Германии, которые пройдут 13 марта. Результаты голосования важны для партии Ангелы Меркель Христианско-демократического союза. Выборы покажут степень поддержки населения политического курса Ангелы Меркель. Роджер Боис, обозреватель известной британской газеты The Times, в своей статье «Меркель. Жертва синдрома Тэтчер» отмечает, что правление Меркель в любом случае близится к концу. Канцлер Германии заболела синдромом Тэтчер. Что это такое? Суть этого синдрома в том, что люди, которые долгое время находятся при власти, перестают слышать мнения других. Это может привести к пагубным последствиям для всего государства. Роджер Боис проводит параллели между Меркель и премьер-министром Великобритании с 1979 по 1990 годы. Тэтчер тоже пользовалась огромной поддержкой со стороны населения и коллег по партии. Но Маргарет Тэтчер утратила со временем, во время пребывания во власти, авторитет. Но Ангела Меркель, надо напомнить, что возглавляет Германию последние 11 лет ровно столько, сколько же была премьером Маргарет Тэтчер. И в 2015 году сразу два влиятельных американских издания не оставили канцлера без внимания. Журнал «Тайм» назвал Меркель «человеком года», а издание «Форбс» признал ее самой влиятельной женщиной мира. Меркель называют лидером Европы, единственным политиком, способным остановить развал Европейского Союза. Но обозреватель британской газеты «Зе Таймс» Роджер Боис считает, сейчас такие звания уже не соответствуют действительности. Европа, мол, разобщена и перегружена проблемами приток беженцев, угроза исламистского террора, кризис в Греции, угроза выхода Великобритании из ЕС. Евросоюз на эти вызовы реагирует, цитирую, «с растерянностью, малодушием и эгоизмом». Виной тому, по мнению автора, недальновидная стратегия немецкого правительства. Меркель теряет влияние. Ее ошибочное политическое решение ускорили развал Европейского Союза. Попытки Меркель преодолеть различия между северными и южными странами ЕС, между кредиторами и должниками, между государствами Шенгенской зоны и их соседями провалились. Ее попытки наладить мир в Украине позволили выиграть время, но не уменьшили угрозу, которая идет от Владимира Путина. Также, по мнению обозревателя Роджера Боэса, я напоминаю, что это обозреватель The Times, одна из причин падения авторитета Меркель – политические ошибки, допущенные на европейской арене. Канцлер Германии не преследовала интеграционной цели в Европе, в отличие от ее наставника, бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, которого называли архитектором Европы. Автор считает, что Меркель всегда ставила национальные интересы выше общеевропейских. Вот как автор статьи описывает отношение Меркель к проекту «Европейский союз». У Ангела Меркель были скромные ожидания от европейской интеграции. Меркель рассматривала Европу как съемную квартиру. Германия освобождалась от домашней работы в обмен на уплату большей части аренды. При этом Германия устанавливала правила поведения в доме. А проблемы решались с помощью переговоров на общей кухне. Вот такое сравнение. Очень интересное сравнение, но это мнение очень неоднозначно. Ведь, по сути, в вопросе миграционного кризиса Германия, можно сказать, отдувалась за всю Европу. Принимая десятки тысяч мигрантов из Сирии. Это и есть политика открытых дверей Ангела Меркель. Однако, согласно последним опросам, 40% граждан Германии выступают за отставку Меркель. По мнению того же Роджера Бояса, миграционный кризис, охвативший европейские страны, стал предвестником заката эры Меркель. Даже внутри ее собственной партии стремительно увеличивается число критиков. Они считают, Меркель выпустила ситуацию с беженцами из-под контроля. Автор статьи отмечает, что после 11 лет пребывания во власти Меркель перестала учитывать мнения других. Якобы перестала слышать своих коллег по партии, фракции и даже граждан Германии. Канцлер не пересматривает свой политический курс, а многие решения ее вызывают вопросы, размышляет Роджер Бояс. После катастрофы на АЭС Фукусима 2011 года Меркель объявила о полномасштабном отказе Германии от атомной энергии. Такая реакция была поспешной, дорогостоящей и геополитически неуместной, поскольку усугубляла бы немецкую зависимость от российского газа. Аналогично неправильные шаги были предприняты Меркель и в ответ на миграционный кризис. После первоначального сопротивления канцлер Германии открыла страну для сирийских беженцев, чтобы защитить принципы Шенгена. Но в конечном итоге это стало смертельным приговором для самой Меркель, пишет Бояс. Он же скептически оценивает шансы Ангелы Меркель остаться при власти после парламентских выборов 2017 года в Германии. Многие немецкие граждане, пишет Бояс, после ухода Меркель только выдохнут с облегчением. Но выдохнут ли с облегчением граждане Украины от потенциальной смены власти в Германии? Это большой вопрос. Ангела Меркель не раз предоставляла политическую и финансовую поддержку Украины. Канцлер Германии чуть ли не единственный европейский лидер, который всегда призывал и настаивал на сохранение западных санкций против России до полного выполнения минских соглашений и восстановления мира на Донбассе.